Всем привет. Сезон кабачка у нас продолжается. Сейчас я покажу еще одно блюдо, как можно еще приготовить кабачки. Молоденькие кабачки. Кабачки я нарежу кольцами. Толщина колечка будет где-то миллиметров 5-7 вот так. И не тонко и не толсто. Так я хочу показать, вот такая толщина будет наших кабачки. Зараз я их нарежу. Я уже показывала конструкцию свою. Мисочка ставится сито. Прямо сюда я буду их слаживать. Потом посолю и сок будет стекать прям всю миску. Кабачок я нарезала. Зараз я его посолю. Помешаю хорошо. И оставлю, чтобы он стекал где-то хотя бы минут 15-20. Пока миска будет кабачок стекать, я займусь приготовлением всего блюда. Дальше буду делать. Все, помешаю по-быстрому. Каждый кусочек желательно, чтобы был в соли. Оставляю в сторонку. Кабачки пускают сок и сок стекал в мыску. Зараз я буду делать кляр. Яйцо я взяла такую все здоровую мысочку. Хотя кляра будет трошечка. Вы поймете, зараз зачем. Четыре яйца. Долю. Тут у меня 150 грамм. Где-то грамм 100 молока. Трошечки присолю. Не забывайте, что мы кабачок солили. Черный молотый перчик. Ложите столько, сколько вы любите, по желанию. Зараз я сейчас зебью венчиком по-быстрому. И теперь сюда я буду постепенно добавлять муку. Сколько пиде муки. Муки буду сыпать, пока месь она такая будет где-то средней густоты сметаны не получится. Вот такой вот кляр у меня получился. И не жидкий, и не густой. Так, теперь вы сейчас поймете, зачем я брала такую велику миску. Теперь сюда я прям высыплю кабачки. И их прям у кляр я перемещаю. Сковородкой налала трошки постного масла. Сковородка уже разогрита. Огонь жарить я буду на среднем огне. Даже чуть-чуть, может, меньше среднего. Не минимальный и не средний. Короче, делиться такой. Если у вас, например, есть отметка на 6, то это это будет, наверное, двоечка выставляете. Чего я так делиться? Я буду мне нехорошо. Я не буду вымазывать руку. Ну, естественно, конечно, каждый кусочек я буду по-любому обмакивать. Перед тем, как положить сюда. Потому что будет стекать. Видите, по-любому это все. У вас руки будут всегда чистые. Вы не будете их вымазывать. Одну сторону я буду жарить кабачки под крышкой, а другая сторона уже будет жариться без крышки. Закрываем крышкой и жарим. Піджарили одну сторону, перевернули на другую, піджарили. Теперь я назад переворачиваю. И так с каждой стороны я буду по два рази прожаривать их. Видите, какие они получаются красивые. Ну и так буду жарить все кабачки. Кабачки я пережарила уже. Видите, когора получилась. Теперь я для этих кабачков буду делать намазанку. Четыре плавленых сырка я потерла на мелкую терку. Сюда я добавляю столовую ложку чеснока. На чеснокодавки уже подавлено. И майонез. В майонез я буду добавлять постепенно. Нужно, чтобы эта намазанка получилась и не жидко, и не густа. Чтобы можно было на ею мазать. Вот так как с тистенцией она получается, и не устали не жидко. Ну и теперь я буду формировать своё блюдо. На оладушек с кабачка или кабачок я намазываю. Намазывайте столько, сколько вы хотите. Хочете больше, хотите меньше. Я подаю вам идею. И с верху кабачок. Намазанка. С сырка и с чеснока из майонеза. С верху кабачок. Ну и такие вот, типа, бутербродики у меня получаются. Ну и так я всё это буду делать. Зо всеми кабачками. Попробуйте приготовить по моему рецепту кабачки. Ну я надеюсь, вам должны понравиться. Чеснока ложить столько, сколько вы любите. Хочете положить больше, хотите меньше. Это уже на ваш вкус. Я вам подала идею. Ну и всем приятного аппетита. До новых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...